Два мальчика, примерно лет восьми, беседовали, сидя на качеле. Так не хочу домой сейчас идти, уроки делать, кушать, надоели. То мама, где запачкал так штаны? Переодень их, не позорь меня. То бабушка, ты выпил молоко? Совсем меня замучила семья. Уехать бы туда, где мамы нет, и бабушка над ухом не зудит. За игры в компе не ругает дед, за поведение папа не кричит. Второй мальчишка помолчал немножко, потом сказал. Дороже мамы нет, и папа мой, он лучший и хороший. Он летом купит мне велосипед, а мама нам сейчас печет пирог. Такой, как я люблю, как я хочу. Хоть и устала, валится ведь с ног, бывает, что кричат, но я молчу. Ведь это счастье, приходить домой, а ужинать втроем. Так вкусно, очень. Куда-то ездить вместе в выходной, а перед сном желать спокойной ночи. Они моя семья, и счастье тоже. И любят меня сильно, я-то знаю. Нет мамы с папой никого дороже. Семью я ни на что не променяю. А их две мамы в трех шагах стояли. Пришли, чтоб их к ужину забрать. И прерывать беседу их не стали. Решили просто молча подождать. Сынок у вас хороший, слышишь, Тома? Сумели его с мужем воспитать. Жизнь воспитала. Взяли из детдома. Ему ль о детстве без семьи не знать. Когда к детдому с мужем подходили, Он будто только нас одних и ждал. Смотрел на нас глазенками большими, И слово «мама» на стекле писал. Вошли, и сразу встретились глазами. От слов его мурашками пошли. «Мам, пап, я так соскучился за вами. Ну, наконец-то вы меня нашли». Родительской любви и рук родных Ждут дети в детдомах. В сердцах их рано. Так хочется, чтоб каждому из них «Пойдем, я за тобой», Сказала мама. Слава Богу.